здравствуйте дорогие друзья и гости канала с вами элеонора гид в праге я сегодня приехала на барахолку в ржетхожд видите какая у нас погода уже 8 градусов с утра хотелось встать пораньше приехать к 6 утра но было так темно пасмурной и вообще не хотелось вставать но сегодня увидим что продается не знаю что будет со звуком но вы меня уж простите если будет немножко шумно от ветра но тут придаются куклы на подставках какой-то колокольчик даже звенит какой симпатичный мальчик девочка одежда продается одеял какие-то и картины тут же обувь на барахолка же здесь какие-то чашки это вазы это из болгарии скорее всего я их уже немножко узнаю вот такой молочник чехословакия такой приятной формы видите с золотым рисунком чехословакия добрый день добрый день все достаточно современный к тому молочнику есть одна чашка что тут еще есть и вот такая штука что это стакан не стакан стакан наверно да красивый рисунок ручная роспись но идемте дальше и вот какая шапка продается это какая казахская тукменская посмотрим поближе вот такая она внутри кажется это прям шерсть теплая наверно это такой старинный альбом для фотографии или записи сейчас посмотрим для фотографии вот тут еще есть есть какой-то старенький молочник с такой ручкой удивительной не знаю чье это клеймо похоже что он целый так он выглядит такой рисунок ну да он немножечко уже такой пошкрябанный не знаю рисунок конечно красивый подумаю брать мы брать а что тут еще есть а еще есть вот такой тоже замечательной формы но это уже чехословакия а вот этот я не знаю мне кажется что он достаточно старенький но подумаю и такие чумозонные куклы продаются ну вот тут продается такая вазочка за 100 крон это германия ну вот опять этот коричневый цвет достаточно морочноватый любили в то время этот цвет и цветочки очень милые ручная роспись так и что тут еще есть еще есть вот такая вазочка за 350 крон за 350 крон почему то она дороже немецкой сейчас посмотрим с вами на клеймо розенберг но наверное она более старая вообще не знаю розенберг так такую фарфоровую фабрику ой дует ветер наверно вам ничего не слышно ну смотрите какая красивая 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 а вот какая интересная штука я даже не знаю для чего это с такой вот внутри мелкостью это кобальт а вот это наверное так чтобы не разбить дикое кстати радиогоризонт здорово как дикое я думала что это алфузе но это не алфузе оказалось и вот посмотрите какая симпатичная чашка с каким красивым рисом я закрываю рукой это уже непонятное клеймо сегодня какой-то день непонятных знаков не ну как радио то работает прекрасно вообще хорошо слышно все так что тут еще есть есть вот такая интересная бокал посмотрите с какими штуками и вот какая чашечка тоже миленькая так так ну это Мадонна и Пиак чуть не пробежала мимо брошек не увидела честно говоря хорошо что обернулась тут кстати очень интересные картины вот какой пчуч и игрушка то какая ой 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 чуть чуть не пробежала мимо хорошо что вернулась посмотрите посмотрите какой звоник замечательный винтажный винтажный может быть даже антикварный так на меня вот прошки заинтересовали что тут есть 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 вот такая прошечка так так вот это вот интересно как ее снять а ну замочек у нее достаточно современный не буду снимать и еще тут вот такое количество всевозможных это янтарь интересно или нет похоже на янтарь да сейчас но легкие может быть янтарь легкий это наверное какая то смола вообще не разбираюсь вот это ни разу вот тоже какие то игрушечки так может это быть янтарь как вы думаете или нет да или нет не знаю какая то перламутра наверное была пуговица в общем вот так вот тут еще какие то вещи брошить больше я не вижу бисер ну вот как то так тут какой то чайник как завод называется барановка да ну кстати четырнадцать рублей стоило наверное за весь сервиз такой вот чайничек это кружка из курортного города чешского Марианские лазни вот из этого носика пьют водичку видишь какой осадок внутри кто-то туда часто ездил пить лечебную воду так интересный молочник жалко что отбитый я бы его забрала потому что очень симпатичная форма такой а носик разбит жаль жаль какая то ваза цветочный одеколон кармен целый так а это что какая лимочка это уже одеколон кремль боже мой это ж наверно когда-то была редкая вещичка одеколон ландыш еще целый кармен я даже не знала что они такие были но вот этот наверно точно был какой-то редкий понюхать наверное еще пахнет хорошо запах сохранился так а это что такое одеколон лесная сказка а это какая-нибудь духи каменный цветок наверное я не могу прочитать что мелкие буквы но мне кажется что подавался в такой очень красивой коробочке зеленого цвета я могу ошибаться и вот посмотрите какой симпатичный карафинчик но без крышки а вот это вот жалко очень жалко потому что посмотрите какая интересная интересная форма идемте дальше а здесь продается целый набор на кухне посмотрите какой красивый тут написано что для хлеба не знаю выпекают в этом или хранят но есть вот трещинка это для масла масленка я наконец-то встретила на чешской барахолке масленку но наверное 87 кусу ага а мужиков пить с власть нецо а колик то стоит оно на масло угу в общем стоит 200 крон я подумаю но мне вот не очень хотелось с такой вот большой крышкой мне хотелось чтобы крышечка была пониже потому что это неудобно ставить в холодильник такая вот кружечка вообще очень симпатичная вот эта штука это для лука чтобы лук хранить масленка угу 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 вот это для хранения разных ну это для гороха угу угу замечательная вещь но я подумаю насчет маслянки конечно 200 крон так и тут еще разные фигурки продаются вот это вот это очень красивый конечно набор передом со мной девушка фотографирует говорит очень красиво ну да так тут вот можно купить разное мыло ручной работы посуда и вот еще тоже для разных хранения муки сахара соли в общем это очень удобные вещи на кухне но надо конечно не в полке специальные полки у меня просто такого нет тут продаются колокольчики которые вешают коровкам видите даже сувенир из Швейцарии можно купить арбалет а можно купить такую штуку чтобы разжигать огонь ну вот куколка такая стоит тысячу крон у нее разбитые глазки ну как разбитые там надо отремонтировать а иначе она вся целая у нее даже свои родные ботиночки на ножках ну такая вот симпатичная такая замечательная куколка еще тут продаются вот такие вазочки но это сделано в городе духов духов еще есть такие вот чашки и и есть еще тигр завода royal ducks и даже есть еще вот такая вот матрюшечка ну что насчет куколки вот меня просили ее купить сейчас я попробую поторговаться еще чуть-чуть вот какая-то старинная фотография ну в общем пожелайте мне удачи а здесь посмотрите какой интересный тоже молочник продается сегодня прям необычные формы встречаются какая-то шкатулочка современная меня вот заинтересовала вот это вот этот предмет при ближайшем рассмотрении оказался не очень интересный что тут еще есть вот сахарница видите там стоит с таким голубым кантом достаточно старенькая но мне не надо вам не надо и вам наверное тоже не надо надо или надо пишите в комментариях надо вам такое или не надо о эта семья по-прежнему на продажу кушают там себе что-то себе в общем все сегодня вот такой вот не очень богатый рынок ну потому что холодно и наверное людям не очень уже хочется ехать ходить стоять на таком холоде смотрите небо какое темное темное наверное будет дождь или где-то уже идет дождь вторая часть рынка там уже продаются продукты какие-то вещи животные яйца фрукты овощи и я иду туда а с вами прощаюсь всего вам наилучшего и до новых встреч всем пока до новых встреч я Субтитры сделал DimaTorzok